Офис, отель, офис, отель. Дорогие друзья, я рад сообщить вам... Я рад сообщить вам новость о том, что Театр поэтов, послушайте, открывает театральный сезон в 2012 году. После трехлетнего перерыва мы на это решились. Теперь будет каждый вторник. От нас вместе с вами всех зависит, продержимся ли мы, дали это хотя бы или нет. Поэтому советую поэтам объединяться, делать спектакли. Пока вот первые вторники следующие старыми силами делаем. Но сегодня, иметь в виду старые гвардии, Мария Агапова, Тибур, Камчатский, Яна Багданова, спектакль этого второго отделения. Сегодня во втором отделении будет спектакль «Театр за грани» Михаила Солонникова, Стаслав Коровин еще участвует там, да? А Демин будет классирован? Да? Что? Нет? Ну, хорошо. И также презентация книги Михаила Солонникова «Неспокойное небо». Но первое отделение у нас всегда будет та самая ТВ-поэзия, где мы порисуем авторов. Но в 2012 году я решил, чтобы не рассусоривать особенно, мы будем критиковать человека тогда, когда нам либо жутко не понравится, либо жутко понравится. Специально, вот так как раньше я провокцировал, после каждого обязательно там, ну-ка скажите мнение. В этот раз, в этом году уже нет, хватит. И буду стараться, конечно, в первом отделении звать тех участников, поэтов, которые себя как-то зарекомендовали, чтобы они себя тут что-то представляли. А вот то самое третье отделение «Свободное прослушивание», ну, кто захочет, скорее всего, зрители уже разойдутся, но вот кто-то из... Маши, ты останешься? Мария Агарова. Мы посмотрим, послушаем. И если в третьем отделении вы себя заявите нормально, то вы можете потом записаться на первое и так далее. То есть, в каком смысле третье отделение, то репетиционное. Хорошо. Но всегда будут сюрпризы, и даже в первых отделениях у нас будут и новые люди, а сейчас вот у нас будет открытие, праздник и так далее. Тимур Нагиев позвонил, он сегодня заболел, не пришел. У него было городское стерео. Олег Савельев, вы готовы? Да. Подойдите, выходите на сцену. Будьте уже готовы. Сейчас мы драйву добавим. Подождите, это только начало всего. Ну, начну я сначала, а вы потом подхватите. Хорошо? Огромная прозвучка. Поэт, выходишь сюда, называй свое имя. Олег Савельев. Трэд Тэ и выступил Олег Савельев. Почему? Потому что потом видео нарежем. Не всегда подписи люди смотрят. И мне легче подписывать, когда я автора знаю. Хорошо. Итак, сейчас мы откроем. Театральный сезон. Театральный сезон. Послушайте в Санкт-Петербурге. Новый ритм грядет. Пейсь Бабу. Бальширокий идет на поэзию Бабу. Санцеварат Яловаром. Слышал, стало, но. Затапливать город. Нежное сало. Ухватимся под садористей. Законады снов. Вира! Принимай гостей. Мы солдаты слов. Вира! А у тебя аплодисменты. Пожалуйста. Где? Ура! Ура! Господа, Олег Савельев. Первый из жизни. Я его вижу живьем. Сейчас будем смотреть и судить. Добрый вечер. Вернее, которое сейчас почитаю, называется «Незнакомый». Еще не знаю, как тебя зовут. Еще не знаю твоего цветения. Пока пыльцу соцветия не собьют. Шмелиных крыльев, мерные движения. Я поцелуй сорву с усталых губ, нектаром захмелев, порхая плавно. Я отпущу цветок, росу смахнув. Это еще другой, обетованный. На нем усну, укрытый лепестком, овеянный любовью безмятежной. И сны, зари прекрасней, безбрежней, наполнят вновь сознание мое. Еще не знаю твоего тепла. И аромат букета не пленяет. И вкус вина еще никто не знает. И обвиняют только лишь слова. А голова кружится, все кружится. И воздухом июльским не напиться. И ночью мне никак не насладиться. Пока вдыхают репет ветерка. А листья мне кивают опахалом. И сумрак не спадает покрывалом. И звезды разлетелись вдалеке. Их счастье довольствоваться малым. Ведь долг путь от нас к другой звезде. И я не узнаю, как тебя зовут. Песчинку в мирядах мироздания. Запечатлев немое обаяние. Не растворяйся, среди своих подруг. Спасибо. Олег Савельев. Олег, Олег. А почему не работали здесь работники? Посмотреть на экран. Плышные. Правда, да? Олег. Сейчас, я просто знаю, вот я в теме, а вы не в теме. Я сейчас слышал вот эти песни твои, да? Да, да, да. Они там такие драйвовые. Можешь что-то вот из этой области, одно, что делать? Вот из той серии. Вот что-то. Там интересные тексты. В смысле, рэп, что ли? Давай, 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 давай. Что, я прошу просто, ну, я пришел, давай, сделай. Давай, давай, ну, пожалуйста. Так, есть здесь такой трек, слушайте, смотрите. Я, правда, не знаю, как будет он так вживую. Сейчас. Слушайте, смотрите, что происходит. Ваш взгляд на мир, к чему это приводит. Стойте. Чувствуйте, что происходит. Любая ваша мысль, мир изменяет на ладони. Говорят, порно-бизнес, это нормально. Торговля людьми вполне реальна. Продажи детей не виртуально. Куда катится мир? История понятна. Торгуешь оружием и героином. Берешь за это деньги, можешь пожертвовать сыном. А ты торгуешь властью и продаешь мандаты. Теперь в Европе даже проститутки депутаты. Деньги это кул, деньги это кул, деньги это кул, деньги это кул, деньги это кул. Спасибо. Что сказать про трек-то, ну, а? Ну, хорошо. Олег Савельев. Секунду. Спасибо. Ну, вынужден мы обсудить. И вот мы с Олегом договаривались. Я так понял, ты разделяешь рэп и стихи, поэзию свою. Олег, вот поэзию еще один стих исполнишь? Да. Пожалуйста. Олег Савельев. Секунду называется «Майский Питер». Ну, вот то майка тургом, какой-то необычный такой был. Поэтому я решил описать. В мае безоблачный, каменно-солнечный, с чайками сросшийся Питер, мостами, повесами, арками, фресками, него играющих литер, дворцами, проспектами, северной лептою, ты призом балтийским Юпитером, прокравшись из детства, сжимающий сердце, ты сбывшийся судей, обитель. И я, улыбаясь, беспечно слоняюсь, тобой, очарованный житель, монетку бросаю и губы кусаю. Прими меня, ангел-хранитель. Благодарю. Спасибо, Олег Савельев. Спасибо, Олег. Ну, видите, что, жительники аплодисменты. Ладно, у меня вот так, видишь, внутри ехидность просыпается. Ну, спасибо. Кстати, неплохо. Надо... Единственное, господа, вот хотелось бы, чтобы сюда выходили люди, которые заявляются, да, вот, чтобы это был некий, какой-то мини-спектакль, что-то еще такое необычное. Ну, постепенно все, да. Спасибо с дебютом вас. Спасибо. Алла Савельевна, уходите, пожалуйста. Нас посетила Алла, мы этому рады, и что-то приготовила. Денис Дензе, следующее. Алла Зенеевич. Прочитаю три коротких стихотворения. Они написаны на реально существующие фотографии. Можно посмотреть их по верхней подписке из моей страницы ВКонтакте некоторые. У автора они все без названия, но у меня они называются. Итак, первое, про ребенка. Стадия зеркала. Дитя над гибким зеркалом воды. Истоки я глядятся в устье ты и в зеркале. И в лужках мгновений хлипкой плоти стоит дитя, как вечность красоты. Дитя охотник, но оно же дичь, стремлений самих себе постичь. Взлетим ли мы, как эхо, сбросил эго, и куколкой застынет, как нарцисс. Дитя, как будто в дантовом лесу, что вечно наверху, мгновение внизу. В водах и небо, волосы и ветви, различных плотих, но близка их суть. Дитя, соотражение отца и матери в изменчивом зерцале. Глотин в ба воды, как сам себя, солярис, преображает жестом, без конца. Второе, немножко грустное. На блокадную тематику, прошу прощения, если кого-то заденет. Статус, знаете, Вермана Маха во второй строфе. И в конце имеется в виду и накрещенская прорубь, а не река в Палестине. Чернильный город, горький год. Глухую графику строений стереть пытались жесты бомб. Но в жизни хранились спирт и лед. Огонь и камень утешений. Кто на санях из нас, мой брат? Зрачки снегов в следах горят. Внутри ни сна, ни яви нет. Истанет память, как чернила. И в теле жертвы речи бред. Но кто из нас сквозь тени свет бредет под силуэтом шпиля? Под светом, струящимся, как вода, грядет Христос, крестившийся в Вардане. Третье, про время. Там автор указывал на другом месте, что это институт растеневодства в Пушкине. Оттуда первая строчка, все остальное принципе понятно. Золотая ветвь, жреческий царский знак. Кто ее добудет, тот сейчас царем-жрецом. Сатурн, век, золотое время. Итак. С учебной позолоты с сентября Беседует иная позолота. Алхимика, великая работа. Шуршащие оттенки янтаря. В живое, воплощенное заря. Вечернее, кроме ювелирной плоти. Все ярче и узорчатый к излету. Рассеянным свечением горя. Сквозь диалог. Листвы и кирпича. Я слышу, как все сбивчивее час. Мгновение считает, как монеты. Как в древнем мифе. Золотую ветвь. Ты смог присвоить. Прирученным светом. И время вспять пойдет в Сатурнов век. Спасибо. Алла Зенеев. Алла сегодня такая плотистка. Обычно она по сцене так летает. Не могу полетать. Полетайте. Вот, хорошо. Спасибо. Алла Зенеев. Спасибо. Денис Дензер. Вы готовы? Пожалуйста. Денис Дензер. Мне кажется, где-то больше частот читает. Всем добрый вечер. Я сегодня в необычной для себя апостасе. Просто обычно я тут выхожу, спектакли делаю, стихи длинные читаю. Сегодня короткометражечки такие. Хуже, когда легко и мозг сужен до молекул общественных идиом. Лучше, когда загружен поиском среди многих дорог. Варианты порока в разрезе идеалов моды. Среди своих все ясно, но фон времени выцвечивает коды красок. В итоге, кто здесь свой? Ведь моя тень так часто под вопросом. Раз уж готов убить Бога, Подумай, что будет, если окажешься слаб. Не вернуть назад тех одиноких сожалений. В зеркале уже не найти прощения. Ведь был рабом, но гордо. Логика кажется унизительной. Хочется не менять, а простить. Обмануть законы мира якобы доброй душой, И выдавая страх перемен за волю над собой. В мутной глади воды улыбки полные лжи у хаскалов. Вроде бы общие планы параллельны целям отражений. Животное свержение простого в содействии с Богом, Закрепощенным в талисман. Не зная живого, жажда мертвого. Ржавым железом раздирая то, что когда-то имело основу. В мутной глади воды мои глаза уговаривают себя вернуть азарт. Не жаляйте потерянной крови. Я так хотел уметь летать, что научился внушать себе полет. По годам, вниз, моя душа, как камнем в кайф с четырнадцатого этажа. Однотипность шестер и кутузов обусловлена непониманием помех. Им тоже не как без всех, а человек все может. Как грустно думать о своей стране в виде баранов. Так неожиданно узнать себя в себе, ведь думать мало. Но думать надо и намного больше. Ну и напоследок. Серые оттенки жизни будут смотреться блекло. Даже под влиянием телевизора мизеры эмоций будут просыпаться посредством солнца. И любви к мировым пространствам отдаются эхом слова развитого человека. Через облака и бескрайнее небо. К формам знаний, признанным на века. К устоям морального обеспечения сквозь догадки навстречу к свету. Не просто, но ученье свет абсолютно новое состояние мозга. Спасибо. Деревь, донзор! Смотрите, эксперимент подался. Человек видит микрофон, но все слышно и зал слушает. Не обязательно микрофон все это делает. Спасибо, Денис. Классно. И, господа, вот сейчас давайте немножко музыки добавим. Константина, Наталья, Локвиновы, дуэта, капелла. Вы свое исполняете, да? Писаны свои? Да. Человек, ну, живые. В смысле, у кого? Кого вы сейчас будете исполнять? Бориса Драгилева. Бориса Драгилева, а музыка? А музыка своя. А музыка своя. А вы тоже, кстати, без микрофона классно поют. А мы в нее... Нам нужна обработочка. Пожалуйста. Премьера. По реальности на первый раз. Я ищу тебя во сне. Я тону в твоей весне. Мне не вытащить ноги. Я краду твои шаги. Зацепляюсь за крючок, Как крестовый паучок. Напишу тебе письмо, Прилетит оно само. Если сто твоих шагов Выйдут все недели год, То во сне случится рай, То мне случится май. Я крестовый паучок, Зацепился за крючок. Я сплетаю из звезды Ползиновые сны. И я возьму тебя за взгляд, Приведу тебя назад. Я хочу тебя узреть, Я хочу тебя узнать. Я крестовый паучок, Зацепляюсь за крючок. Я пишу тебе письмо, Пусть летит оно само. Через радость, через боль, Через радость, через сон, Через годы, через миг, Через рога, через крик. Зацепляюсь за крючок, Как крестовый паучок. Напишу тебе письмо, Пусть летит оно само. У нас злой проект. А понравилось вам это? Да. А? Нет. Почему? У нас злой. Убивать будем. У нас просто туньки. А почему? Музыка однотонная, И ни одна строчка не зацепила. Вы знаете, Что-то такое бардовское И такое тридцатилетний Тридцатилетний Какой-то бардовский Это не отрицательное мнение. Всегда искусство должно Не всем не обязательно нравиться. Если всем нравится, Попсад Бурасков. Пожалуйста, продолжай. А, хотел сказать, говори. Да, я хотел сказать, На самом деле, То, что мы увидели, Это, наверное, Что-то похоже на джаз, Чем наоборот, Свою песню. Но, как мне кажется, В таких мероприятиях Вот таким вещам нет места. Это где-то должно быть Другое место. Потому что, Вот сегодня, Это, кажется, И в тему не надо. Можете это показать? А мы сейчас послушаем Второе место. Подожди, А может сейчас все исправить? Вперед! У нас дает ужин еще? Да, да, Хотим послушать. Вперед, вперед. Тишина! Возможно, Эта песня, Она тоже без названия, Но есть такое название Для картинки. Снег снежит, Как снежный праздник, Белоснежного хренья, Плюшка, Ждинка, Ожидание, Несомого поленья. Мне приснились Две картинки С удивленными глазами, Из несчастной складки губы, Чьи-то щелки Со слезами. Мне приснились Мне приснились Две дороги, Одинаковые С виду, На одной Стоят Тревоги, По другой Белоснежным хреньям, Мне приснились Две картинки, С удивленными Глазами, Из несчастной Складкой губы, Чьи-то щелки Со слезами. Мне приснились Два молчания, Два сомнения, Две улыбки, Мне приснились Два сознания, Две удачи, Две ошибки, Два тонящих Интервала, Два полета, Два падения, Два романа, Два финала И двойное Отражение. Спасибо! А что, Николай Народ Симасович, обсуждение про эту, скажите? Второе лучше. Второе больше. Она жила просто дольше. Я думаю, что первое... А я вам сейчас... Подождите. У меня есть Козырь руководит. Константин, Наталья Логовина. Вот эта вторая песня Тоже новая ваша, да? Она чуть дольше живет. Если это Несколько дней Имеет от роду, А это... Наталья, Наталья, Вы расслабьтесь. Это здесь только просто Такой проект. Вы так прикрываете, что... А вы, знаете, Я на Кушнинской 9, Тогда, помните, Давно-давно, Театр и поэты. Вы выступали, У вас есть песни Окатанные, Которые вы классно Вот просто вдвоем Поете без всяких Микрофонов. Можете одну Спробовать? Пожалуйста. Не, не, не. А они не авторские? Какая разница? Спойте. Скажите, кто автор? Кто автор? Мы. Все, вперед. Давайте. То, что у вас накатано уже. Вот эта беда, понимаете, Вот многие поэты сюда приходят Публиковать новые стихи, Которые я вчера сочинил. Да твои старые стихи Вообще никто не слышал еще. Давайте. У нас есть одна песня, Которую мы писали Для одного центраевого проекта. Идите вы сюда. Ну. Ставьте вот здесь, Ближе к циньям. Не, не, не. Давайте, не выпендривайтесь. Ну вот. Она получилась как бы народная, Но на самом деле она не народная. Она наша. Костя Слова написал. Ну музыку вместе аранжировали. Хай, спала с омышками. Ай, засыпала солнышко, Ай, провожали воина. В водах упала боженька, Нам не ответил, нам не ответил, Промолчал. В водах упала боженька, Нам не ответил, нам не ответил, Промолчал. Мы закричали свистнули, Ай, свистнули, Ой, да со злобой билися, Волк обратился в филинг, Мой-то крылом свет затворял, Волк обратился в филинг, Мой-то крылом свет затворял, А после битвы яростной Мы пили воду чистую, Да засыпали замертва, Земля не стала нам нажать, Да засыпали замертва, Земля не стала нам рожать, Мы взяли книги черные, Ой, куда по свету разбрелись, И вся, ой, доискали смерти мы, Да она нам не отдалась, Ой, доискали смерти мы, Да она нам не отдалась, Ай, засыпало солнышко, Ай, провожали война, Вода купала божья, Нам не ответил, а молчал, Вода купала боженька, Нам не ответил, а молчал. Спасибо! Привет! Константин и Наталья Ловли. Спасибо, ребята. А почему это ваши слова были? Слова. А почему? А почему народные? Песня народная, матча. Ну она получилась как будто народная. Слова-то ваши, всё. Значит, спасибо. Слова немножко наши. Господа, значит, я буду всех обманывать всё равно и вызываю человека, который только пришёл сюда, Говорит, а где у вас в стихии здесь исполняют? Я его зовёл туда в мглинёрку. Мне очень понравилось. Дима Сергеев. Смотри. Дима Сергеев! Я спросил быть здесь. Вперёд. У вас микрофон берите. Здравствуйте. Сразу раз. Талантлив, интересен. Вперёд. Ну мы ещё посмотрим. Мы говорим про Могилёв. Я как я съездил, отдохнул, прогулял с друзьями. Прекрасный город Могилёв. И в нём друзья мои живут. Ночные, тихие дворы. Нас по потёмкам поведут. А в центре города народ. Все бродят медленной походкой. И мы вписались в этот брод. И наслаждались той находкой. Нас жгли фонарные столбы. И продвигались мы на площадь. Холм показался из земли. А на холме стояла личность. Но я не знаю, кто она. Большая каменная глыба. При свете вечного огня. Она стояла словно книга. Её никто не замечал. Все местные не видят местность. Фонарный столб на нас кричал. Во тьму. И осветил нас всю вечность. Мы шли то медленно, то врозь. То застывали, как узоры. А по краям из темноты. Листвой шумели в нас фигуры. Они стояли той стеной, с которой хотел я слиться. И тьмой прохладной дышал. И не успел я насладиться. И проглотить весь этот миф. С которым слился я мгновенье. Как прыгнули в автомобиль. И унесло нас вновь течение. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Дима Сергеевна. Зря ты микрофон светал. Ну, надо было тынуть огромный голос. Найди нас в интернете. Там запишись потом на будущее. Не стой перед камерой. Нет интернета. Зайди к друзьям, у кого есть. И запишись. Хорошо. Нас еще вот Александр Брынков посетил. Саша, ну приготовьтесь. Вот если хотите успеть. Но у нас все-таки поэтический вечер. Поэтому... Вот. Ася Пушкарова в зале? Нет еще. Евгения Дьяковова в зале? Да. А? Григорий. Тимофей Григорий. Давайте. А вот девушка подходит. Которую вас ждать. Кто? Ну, Тима. Давайте. Тима заявлялся. Тима заявлялся. Григорий Григорьев. Хорош. Видишь, я даже сегодня не психую. Григорий Тимофей. Я сегодня одно прочитаю только стихотворение. Называется по-немецки «Виттиф», а на русский, если так примерно переводить, насколько глубоко. Колокольный звон и напево жрец И отброшен люк в темноту дыры До него дойди, мимо пестрых птиц Забывая про страх до поры И тебя толкнет в темноту рукой Слишком слабой, мягкой рукой дитя Ты не крикнешь, нет, нет, прошу, постой До провала беззвучно летят А ребенок сожмет в кулачке два сестерца Другой рукой держа он свою перца Упадешь, провалишься, здесь нет дна Задохнется крик, только эхо след За тобой уследует и видна Требуха в животе на просвет Ты летишь не в том направлении, вниз Параллели реальности сотни лиц Миллионы стран, миллиарды шиз Словно самый кошмарный блиц Семеры реальности мимо глаз Ты увидишь все, но не вспомнишь жаль Ты не вспомнишь, кто тебя спас А спас и была в его голосе сталь Или рассвета в сотни, или черных звезд Красных солнц и синий сияний лун И к тебе идет мертвый Аполлон Разрывая ртом омертвевший грунт Древних свитков змеи, бумаг, луки Древних свитков змеи, бумаг, луки Чешуя в лицо прилипает вмиг Это буквы, точки в конце строки Лишь вейно-острый бумажный шик А ребенок смеется, обвален в перце За детскую душу всего два сестерца Ты же падать будешь десятки лет Этот ужас скоро сведет с ума Ты увидеть сможешь еще рассвет На тобой всплывет не одна луна И рассвета в сотни, и черных сон Красных звезд, и синий сияний лун И к тебе идет мертвый Аполлон Разрывая ртом омертвевший грунт Падай глубже, глубже, в кошмарный сон Падай глубже, глубже, смотри в глаза Падай глубже, глубже, сквозь страшный гром Падай глубже, глубже, хочу сказать Падай! Тимофея Григорьевна, все равно аплодисменты! Человек старался И стихи классные Сейчас я хочу... Мария Акапова, приготовьтесь, пожалуйста Хорошо? И хочу позвать тогда Александра Брыков Выходите, Саша Александр Брыков пришел поздравить нас Театр поэтов, послушайте, с открытием сезона Чему мы очень рады Своей песней, да? Да, да, безусловно Мы, конечно, поздравляем Теперь я уже знаю, с чем С чем еще выводит? С открытием театрального сезона С открытием театрального сезона Я должен был это сам сказать Поэтому... Да, действительно, мы сейчас... Вот Татьяна Непарады Меня представили, а это Таня Непарада Споем ее стихотворение, оно называется «Изборь» А вот что там, какие-то нюансы Это вот Таня А музыка-то чья? Музыка моя Ну, там и припев в фильме Эпиграф Тать в переводе со старославянского Разбойница Яна в переводе с древнееврейского Дарованная Богом Вот такой эпиграф А гитара у нас звонкая, наверное, мы услышим, да? Ну, короче, поехали Открываю бутылку шампанского Счастья хочется хулиганского Ах, простите, совсем не такого Счастья тихого, нежного слова Все в порядке у меня, вроде да Отчего же в голове чехардан? Мы слибьются, вы, кстати, припадка Вот вам исповедь по порядку Хотеть или взлететь Не сметь или суметь Ответь, ответь Ведь это исповедь Обковенная и умельная Чуть наивная, но непростая Я открыта, умна, образована Птица тень, с нея кольцована Свято верю судьбу и удачу Иногда над книгой и плачу А с друзьями шучу как простецки Однако опять разговаривать не с кем Отдеть или взлететь Не сметь или суметь Ответь, ответь Ведь это исповедь Из пифы гристого вина Себя я выпускаю из себя Существую в двух измерениях Очень разных, не параллельных Одна воспитана, ведь это скромная Другая дерзкая, распепощенная Но кто есть я и где? Ответ, еще бокал Ответа нет! Отдеть или взлететь Не сметь или суметь Ответь, ответь Ведь это исповедь Как можешь ты, натура утонченная Лежать внутри, такую неуемную Одна смущается, молчит Другая кулаком стучит Вопросом нет конца и края Я их шампанским заливаю Стопив остатки из горла Ответ я так и не нашла Душа сказала, не грусти И мысли чехарду прости Под знаком близнецов Рожденные и Татьяна Вновь объединенные Хотеть или взлететь Не сметь или суметь Ответь, ответь Ведь это исповедь Хотеть или взлететь Не сметь Или суметь Ответь 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 Ведь это исповедь Это исповедь Это не парада И Александр Брыгов Спасибо Это у вас дуэт такой Да, теперь Не могу сказать, что это была Что это была Это была Вы сейчас только что прослушали лекцию Об особенностях женского алкоголизма Будьте здоровы Здоровы Спасибо Спасибо Гостей не обсуждаем Хотя есть что обсудить Значит Мария, вы готовы? Я спросил, приготовьтесь Мария Аграпова Хорошо Тогда, пока Мария Аграпова идет на сцену Выходите, пожалуйста Сергей Панов и Цоколов и Евгений Идите сюда Женя, вы тоже готовьтесь Скоро я вас позову Выходите дворёк Сергей Панов и Цоколов и Евгений Выходите быстрее Ну что вы как-то Гидрюно закрепите Да, да Вот Значит Вот это та же история Когда люди сегодня впервые пришли Мне что-то понравилось И Вот Сергей Сергей Панов будет, да Пожалуйста Вот вам слово С молитвами не бегая, как странно Я выстрелил в обманутый висок Распухшая Маринова Асанна Ложилась на сиреющий песок И звук разбужен Уносился с ложа Летела пуля, чиркуя на кость И жуткой стужей Обдалок по коже Когда в квартиру постучалась В кость Я шёл по улице В трамвайном скрипе И был безумен Счастлив и весёл Как новый русский На стеклянном джипе Как старый Невский На границах сёл И всё смотрело радостно И страсти Во мне уже немного Улеглись Казалось, эти явные напасти Уже не возвратятся больше Жизнь ни капельки Меня не огорчая Но зумер прозвенел Она пришла Я думала Тебя я повстречаю Но этого Тебя я не нашла Ушла А я остался Бешеной и грубой Лежать на поропече Сквозняком Вы видели Как выбивают зубы Не в драке А обычным языком С молитвами не бегая Как странно Я выстрелил В обманутый висок Так, ребята Если вы будете здесь Делиться И по три часа Снимать микрофоны И потом Долго разворачивать бумажки Не надо сюда выходить вообще Правильно А это был Владимир Альшин Спасибо большое Я обязательно у вас научусь Сергей Панов Детворение Обратный отчет Обратный отчет Грущу О прошлом И о вчерашнем За веру в меня Прощу И стану опять Опоздавшим Спешат Надрываясь часы Куда-то ведут Дороги Я был для тебя Недотрогой Ты тоже меня прости Обратных путей Назад Преодолеть поправки Не вижу Высокой ставки Да видеть был бы не раз Обратный отчет Молчу Десять Девять И восемь Любовью за все Плачу По совести Это осень По траву Моим стихам Цифры считать За правду Я не желал Отравы другим Выпил сам Обратный отчет На семь Шесть Пять Это четыре Мир раздувается Шире И вот я не твой Совсем До скорого Милый друг На небе займу нам место С тобою Последний круг А войск будем вместе Три Два Поворот Да только Уже не прячусь Один Из столпы Назначусь Зеро И обратный Отчет Спасибо Сергей Павлович Сергей У нас просто Не запланировано Мне вообще понравилось Ваше стихотворение И исполняйте хорошие Только надо сразу Вышел И начать действовать Спасибо Сергей Павлович Потом подключайся В интернете И так далее Хорошо Пожалуйста Соколов Евгений Я прочитаю Не то что вам читал Владимир Чуть погороче Крещенский снег И все равно Главное чтобы интересно Сегодня Я прощу за все Себя И всех И мне помощней Будет в том Крещенский снег Хрустят его Снежинки Холодом В ладон Проснется совесть И в душе огонь Ощищу полки Пик-пик Уже четвертый час Мне не заснуть Ни как Соседи сверху пьют Гуляют Слышен крик Я голову Промеж подушками заткнул Представил образ Что-ли поймать его Во сне Но все равно Я слышал Отдаленный гул Сквозь перья Сиренады Пес поет В луне Вот так я до утра И провалялся Слагая образы Прелестные в уме Откуда Сей бессонный Омут взялся Придется встать И истинную тискать В вине Спасибо Сергей О, Евгений Цоков Правильно же? Да, да, да А вот давайте проголосуем Кто за Евгения Цокова? Поднимите руки А кто против Считает, что это полная фигня Это из прошлого года у нас Эта история Семь всех просит Нет таких Ну Тоже Присоединяйтесь Там надо по стихам Будет смотреть Чтобы более театр Ну Какие-то вот Есть стихи Которые больше работают Которые меньше Итак, Мария Обработана Здравствуйте Моя маленькая миниатюра Называется Элигия Элянина Не думала Что пять часов мороза Сведут к нулю И жесты И слова Лишь дробный Стук ночного паровоза Напоминает мне Что я жива Как на ресницах Маленькие льдинки Так у вагона Не остывший след Я ненавижу Посещать поминки Поскольку я люблю И смерти нет Я вовсе не считаю Остановки Считаю цифры Глупая игра В мой смутный сон Вплетаются веревки И прочая смешная Мишура Здесь видно Кто-то что-то Перепутал Какие-то Неправильные сны Ведь не одно и то же Путь и путы И сердце Не наживка Для блесны Пусть этот поезд Обойдет экватор В вечерний час Толпы и суеты Так много лиц Обрушил эскалатор Поверь Такой неинтересный театр Дай бог У них сбываются мечты Шесть тысяч лет Все дальше и бесследний Нет бесполезней выкрика Постой И нет милей Той станции Последней Той станции Холодной И пустой Когда я гляжу На прохожие лица И мерзну Особенно кончики ног Я знаю Что я не смогу Возвратиться К родимому дому На старый порог И вдруг Леденеют и плечи И шея И сердце И все внутреннее Нутро Но все же Ведь надо Ведь надо скорее Скользить по асфальту Успеть на метро Но кончики пальцев Которые больно Сжимает сапог Беспощадной горсти Не имеют И кажется Руки невольно Пытаются бредить И в воздух грести И в это мгновенье Немысливым взмахом Я вдруг Полетела В заветных дверях И бережный поезд С вопросом и страхом Повез меня быстро К далеким морям Я крыльями вышла На станции поздно И медленно двигалась В сторону слез И вдруг Ощутила Что это серьезно Что это серьезно От губ до волос Я голубь Я вырвалась ночью Из плена Я голубь Мне все облака Нипочем Но горькие слезы Зачем-то По венам По крыльям По лапкам Стекали ручьем Я тихо брела По нетронутым нотам Как царь Соломон Потерявший кольцо Я тщетно надеялась Встретить кого-то И кончиком глаза Увидеть лицо И так навсегда Оголенное небо Я голубь О камень Кидай, не кидай Родной Не беги Только крошечку хлеба Любви бесконечной Голодной Дай Наконец-то помыла посуду И устала тарелки считать Только мнимые письма повсюду Не отправить Не прочитать Стих Лишь слово Серебряный грошек Среди прочих Господних монет Я уставшая Ты хороший Мне ж немножко Побольше лет Все едино От первого слова До последних Застывших седин Ведь над бездной Небесного крова Милосерден Бог И един Я устала Не только устами Осязания Лишины Но и золотом Ты тишины От которой Все буквы Устали Верь Любимый Небеса Несмерта Нет в моей Воспаленной Горсти Божий Господь мой Милосердный Потерявшуюся Прости Спасибо Мария Агапова Дорогие У Маши Есть книжка Она ее сегодня принесла Пять экземпляров У тебя сегодня есть Можно ее купить Сколько стоит Говори сколько Кто подойдет Там и скажет Хорошо Но с личной подписью Всегда дороже Что? Для евреев Со скидкой Это спросил Еврей Сергей Генедев Селега иди сюда Давай Быстрее Гони сюда Быстрее Давай Входи Сейчас вот Ляпнул Слово И Саша Вы тоже выходите Давайте Только активнее Поставь Пила Туда Настой Поставь Давай Ты хотел выступать Сегодня Почти один стих Поздравь нас Сережа С открытием А потом Александр Равн Поздравь И потом Евгений Петрушенко Ася Мушкалева В зале Хорошо Сергей Генедев Один стих Я просто Мне после Маши Так неудобно Вот с этим выступать Но я просто Прямо сейчас Тут вот было Много очень песен И я решил Тоже стать миллионером И написать песню Но у меня Песня получилась Такая вот Вот я продам Какой-нибудь Жене Агузаровой Я так вот Сейчас это Спою Вот заодно Вот Мелодии еще нету Собственно Композитор ищется Мне приснилось Ля-ля-ля Как все было Ля-ля-ля Как блестит Твоя сопля А я в ней А я в ней Брик Ну без якоря На высоких Островах В шоколадных Берегах Не стою я На ногах Только галька Трах-трах-трах Вся в янтарных Миражах На планете Кто за то Чтобы песня была Допета Вот видишь Будет большинство Вот Так Вся в янтарных Миражах Наша жизнь В шальных Кругах Я гребу И мы плывем Где же Наш аэродром Приземлиться Нам с тобой На планете Голубой Мне приснилось Ля-ля-ля Как все было Ля-ля-ля Как упали мы Скоря Так давай мне Три рубля С ними я Уйду Поля Спасибо Спасибо У меня много новых стихов Но они все еще по червякам Хорошо Почитаю стоп Деньги Все твои стихи знают Сколько людей Кто знает стихи Сергея Кенигбергова Поднимите руку Ну хочу А разве очистники не вернее? Прочитаю То что хорошо Отложим Давай Ну ладно Я совсем Старое прочитаю О тем более А какого здесь Она меня все время просит Проводопроводчика Прочитайте Я прочитаю Проводопроводчика Давай Вот воскресенье настало Вот снег января Закружился Троллейбус один Прокаженный Как будто Ныряет в кавернах Зима В полном праве своем В темной славе своей Простудила Я смотрю сквозь стекло Подбираю Небрежно размеры Для зимы Для сугробов Троллейбуса Всех прокаженных Как их ямплей, хорей, амфибрахи Ильдактиль быть может Но они все скрипят Проводами И звук порождают Что не выразить Может сейчас Моя бедная рифма Это грустно О да Но в своей коммуналке Убогой Ты, смотря Календарь Очевидно Меня поджидаешь И летят перелетные дни Через зиму Над зимним сугробом Через улицу Скажем Болотную На итальянскую Я тоже убог Хоть живу В трехпалатной квартире Что с того Что я словно Волонт В дворец Обращаю Я в дворце Одинок Я в венце Одинок Я вообще одинок Дорогая Я, наверное, бездарен Мне надо было Пойти работать С лесарем Чтоб к тебе в воскресенье прийти Так нахально Легко постучаться Прогреметь инструментом Через коридор Коммунальной квартиры Отказаться Как честный трудяга От ассигнации Соблюдая Мучительный выбор Меж тобой Пол-литром Но все это мечты Поздно мне Усмехаясь в усы Виртуозно Владеть инструментом С лесарным Вот сижу и смотрю Как снежинки Лишенные воли В сто шестнадцатый раз Сверху вниз Рассекают пространство Как кружится зима Залетая во все переделы Как троллейбус скрипит И не в силах его описать я Только с люстрой Хрустальной копей Тонко лило И жалобно пело В коммунальной квартире твоей Где весна Где легко Потереться Я думаю Что все могли видеть Мой творческий рост Он колоссален Спасибо Сергей Ну вот Александр Рар Саша Один из них Нас поздравляет Коля Вы приготовьтесь Слушайте Ну что вы как маленькие Коля Отделение Не закончилось Не закончилось Я тебя позову обязательно Хоть Ты молодец Ты гениален И так далее Подожди секунду Сейчас Александр Рар Стишок И Евгений Дьяков После этого То что запланировал Пожалуйста Александр Рар Можешь без микрофона Чусил микрофон Его надо тихо Я дихотомия Я для общества человек Потерянный В смысле Общества меня Не найти Меня уже стало Семеро У каждого Три пути Карусель Смехотворная Хороводит Танцуя с простором Истолкованным И обоснованным Резким И дерзким Вздором Атомный град Дравления Дрожью Обрыжет Сны Дождиком Творческого Потрясения Где Я Постигаю Художника У меня вопрос Саша Нет Спасибо Стих Неклохой Но вот Смотри Пришел Поздравить С открытием Сезона Да Я Дихо Там Мир Ну Спасибо Поздравить А Евгений Диаконов Всем добрый вечер Меня зовут Евгений Диаконов Я представляю Школу Линии Времени Поздравляю Всех Собравшихся С открытием Сезона И Сегодняшние Стихи Они Будут Посвящены Дате 27 Января Дню Снятия Блокады Первое Стихотворение Называется Баллада О фарфоре Пусть Скромен Антиквариат Танцовщиц Статуэтки До пять Заслуженных Наград За подвиги В разведке Но Можно Все-таки Продать Святые Вещи Эти Ведь Опостылила Нужда В тысячелетии Третьем Какой же Мерзкий Нынче Март Тепло Еще не скоро Вернется В город Ленинград А тот Ленинград Это Город Где Все продажно И цена Какая Ветеран Ведь Завершенная Война Гуляет По экранам Став Сериальщиной Сплошной В Многосерийном Мыли Но Разве Только Для кино Мы Немцев Победили Один Расклад Фашистский Клин Мы Вышибали Клином Был Враг Тогда На всех Один Душа Окопом Длинным Освящено Магазин Народный Может Собравшийся Знаю Магазин На Ладожском Вот Что-то Наверное Восьмой Трамвай Уносит Бесконечность Двери Живут Должны Поверх Отчистить Безруки Безноги Другой Дорогой Жизнь Метро Цветными пятнами С баловами Домой Прочем Конфеты Мятные Трамвай Ползет Спасибо Спасибо Никай Незерго Прошу Все равно Коуколы Громкие Давайте Без микрофона Потому что Надо привыкать К театральной Микрофон Он уши Засоряет Вот Например Смотрите Ася Пушкарева В зале Давайте Приготовьтесь Сейчас Хорошо Анастасия Кирсанова В зале Тогда А? Юпичане Тогда вы сейчас После того Мы дадим слово Всем Кто пришел Выступить И Коля Твой стих Услышит Зал Не переживай Где времени Ну что А Времени Иди давай Николай Бесит Пожалуйста Пришел Нас Поздравить Извиня Я завтра Я завтра Давай Без микрофона Я хочу Поздравить Театру Паэтов Я очень Обязан Этому Театру Я его Люблю Я познакомился С близкими У них Людьми Все Раз Игроком Паэтов Стишек Называется Это Метаморфозом Ему года Два Я всегда Становлюсь Женщиной В тот Момент Когда Это Наименее Правда Нас Сказала Железо Ведь Было Согрето Набело Как Виноградина Ставшая Чистым Спиртом А ведь Это Всего Лишь Тело Когда Она Совсем Не Убито Здесь И Кузнец Подковавший Серому Волку Голос Дабы Козлят Себя Выманил Здесь И Петровская Дыба На которой Стрелец Изъясняется Матерно То есть Матерью Становится Слово Это Метаморфоза Каких-то Снов Это Выбора Слов Буридановых Левитановским Стогом Это Красивая Стрекоза Что Замерла Перед Красивым Богом От Отчаяния А не По Расчету Господи Везде Какие-то Чаяния Как чаинки С пятой Заварки А у нас Все Получается Как виноградин Ставшие Чистым Спиртом Спасибо Николай Висит 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 Воклон Всем Что слушаете Это здорово Представляете Не в микрофон Прислушиваются Спасибо Дорогие Зрители Женя Евгений Петрушевич Пожалуйста Хотел Ударив Звер Безмерь Звер Ворьбе Ства Не молись Скорби Верь Ты Пространство Глаз Фуфы Сты Враз Станешь Другим Ты Спасибо Они понравились Много Класс Евгений Поздравляю Пятых С началом Нового Пойтического Сезона И Прочитаю Несколько Секретворений Из своего Пронежного Цикла Фрактализации С микрофоном Быть тяжелым Жень Делай микрофон Я уберу Цикл Фрактализации Коридоры Фрактальные Дворики Я застрял Меж страниц Этой жизни Где Скребутся Лопатами Дворники По запутанным Улицам Мысли Илбогие Клянчат На паперти Кто на хлеб Ну а кто На бутылку Деньги Денежные В сущности Фантики Свои души Стирая Во внуки Вновь Улицу Увязли Словно Формалин Тугие Облака Скребут По ржавым Крышам Скулит Калитка И ветер Словно Говорит Мне Держись Дружище Несет Морскую Морость Финского Залива Густое Утро По глухим Дворам Колодцам И отражается На окнах В переливах Скупой Солнце Еще не начать День И не проснулся Город Не продают Еще напитков Крепче пива Еще не скоро Очернится В наговорах Ночной Кутило Погасли Фонари Как будто Сговорившись Большой Чугунный Мост Выкашливает Грохот И раскрывается Эпоха В желчных Вершах Смокует Похоть И в этом Есть Моя Мятежная Россия Когда Рассвет Разбойно Город Поджигает И чувствуется Тонко В утренном Бесении Душа Чужая Потерялся Дворнягой Бездомный В коридорах Великого Города Слишком Весело Слишком Легко Мне Достается Другим Что втридорого Не ценю Ни вещей Ни здоровья Эта жизнь Мне как будто Подарена Видно Ангелу Изголовья Нашептали Молитвы За здравие Нашептали Стихами И просто Про беспечную Жизнь Искитания Быть Счастливым Не так же просто Проще Жертву идти На закладе И последнее Любуюсь Соцветием Улиц В твоем Немигающем Взгляде Болезненно Руки Замкнулись Безудержно Хочется Взять И Зовыть На зрачки По-собачьи Укрывшись В тени Медомоглова Ты мне говоришь Уж не мальчик А я же Кривляюсь Ребята Спасибо Спасибо Евгений Петрушенко Дорогие друзья Уже наше первое отделение Сейчас завершается И Собственно Открытие Театрального сезона Это будет второе отделение Вот И это так Я бы хотел Асю Пушкареву Сюда позвать Асю Пушкареву Я же говорю Приготовьтесь Асю Дмитрий Бациев Выходите Пока Асю готовится Хорошо Пока Дмитрий Бациев Выходите Те кто хотел Нас поздравить Я просто Не все помню Всех помню Кто еще Хотел поздравить Быстрее Можно выходить Извини Что это Не длинный Поздравительный Стих От Дмитрия Бациева Это конечно Не длинный Поздравительный Стих Я могу считать Без микрофона Но я Немножко Сорол голос Поэтому извините Вот буквально Все чудеса Происходят На ваших глазах Последние Зимние Слоны Я видел сон Чудесный сон Как будто я Опять Влюблен Как будто я Вонючий слон В слониху Жирную Влюблен И хобот Мой Взметнулся Ввысь И вопли Страсти Раздались И В предвкушении Услат Слонихи Тычусь Прямо Взад И От восторга Слон Вяжет Слониха Внерье Вся Дрожит И хобот Свой Всадить Я смог Слониха Прямо Между Ног И Смрадом Похоти Дыша Торчит Слоновая Душа Как Вожделенные Эти сны В слепом Предчувствии Весны Я Весь Во власти Этих Снов Взираю Нежно На слонов И От любви Схожу С ума Как Жаль Что Все Еще Зима Спасибо Спасибо Я Всегда Не сомневался Что Дмитрий Пасеев Добавляет Энергию Краску Ася Пушкарева Где вы Значит Господа Еще есть Кто Хотел Поздравить Театр Поэтов С открытием Сезона Имеется Без Кем Я Договаривался Что А вы Кто Ну Идите сюда Быстрее Что Кто Вы Быстрее Иди Ты можешь Быстрее Идти Вы Кто Александр Александр Россия Дура Хватит Пить Или быть Тебе Внизах По нраву По нраву Русский Дух Топить Сводя Осознанность К туману Тебе не любишь Что лишь тело Куда Готова Ты Вливать Через Край Пренебрегая Мерой Отвратный Вредоносный Яд Довольно Смрадит Россия Что же ты Как Можно Я понимаю Молен Жаждой В беде Губительный Народ Но что же Будет Если Каждый Откуда Бед Тебе Запьет И так Уж Льется Через Края Трава Работы Смиртоносной Россия Слышишь Перестань Ведь это Правда Очень Прост Прими Себя Такой Как Есть И Разбывайся В заглядке Россия Разум Правда Честь Не пей И будет Все В порядке Ну и что Назидательный Стих Не пей Александра Спасибо Назидательный Стих Знаешь Какая проблема Всегда В назидательных Стихах И вообще В стихах О родине Нужно Так Художественно Сделать Чтобы Преломить В другом Человек Вот это Вторжение Опять Эту Тему Запрыгивали Что Есть Да Пожалуйста Ася Пушкарева И Завершаем Добрый Добрый вечер Сегодня К сожалению Без музыкального Сопровождения Мое стихотворение Называется Не я Давай мы так Запросто Подбросим Про странное Рассуждение О счастье И присмотримся Вокруг Вот кто-то На асфальте Четит Мил Совершенно Правильный Круг Девчонка С босыми Ногами Смеется Ее сердце Хочется Романтики Она Глотает И риски Разбрасывает Фантики Совсем Как не я Моя Наверное Сестренка Она была бы Если бы Родство Распределялось Не кровью Но духом Присмотрись Как юноша Пристально Поглядывает На окно Второе Сверху Что к тебе Ближе Его глаза Лукавые Мечтательные Руки Ожидающие Сцеплены А теперь Скользни Взглядом Ниже Его ботинки Начищены В предвкушении Встречи Он ждал С утра И вот Дождался До вечера Если смотреть Долго Взлетит Настроение Злобно Можно быть Человеком Не растением Но то Буду Уже Не я Как не я Эта женщина Что несет В двух руках Три тяжеленных Пакета Мобильник Придерживая Плечом Довольно Усталая С симпатичной Брошкой На отвороте Жакета Скоро Она будет Дома Где В ожидании Томится В печке Гамни Змея Мой Чудный Месяц Он Имеет Свистеть Изо всех Сил Всецело Обнять И меня И тебя И все Что мы Видим Не видим Что не Сможем Никогда До конца Понять Как Как смеются Сквозь Слезы Дети Может Может и Есть Так А Просто Вот Мы К примеру Об этом Не знаем Все Как Не Я Как Не Ты И все Так Вот Живут А мы Сезон Во втором Это Все Были Поздравления Вот Стихи О Родине Сейчас Стихи О Родине Я Сам Сполков Представляете А вот Ты послушай Слева Лес Дыряв Справа Поле Руань Я Повсюду Прав И Куда Не Глянь Так Красиво Здесь В Раскоряку Клен Я В Россию Весь Без ума Влюблен Спасибо